Дискуссия Здравствуйте, с вами Школьное телевидение и я ее ведущий Геннадий Зирянов. Для начала мы бы хотели вам рассказать о дискуссии. В конце первой четверти в школе проходила дискуссия. Тема этой дискуссии – влияние религии на современное общество. Участниками этой дискуссии были ученики 9-10 классов. Ведущей этой дискуссии был ученик 9-го А-класса Артем Богачев. Итогом этой дискуссии стал вывод о религиозной терпимости. Ребят, я вас рада приветствовать на нашей первой дискуссии. Эта дискуссия вообще открывает существование нашего дискуссионного клуба. Первую дискуссию у нас будет проводить автором, идейным вдохновителем этой дискуссии является Артем Андреевич Богачев. Спасибо, спасибо. Поэтому он будет и модератором дискуссии, и ее ведущим будет вам задавать вопросы. Вообще дискуссия что это? Это обмен мнениями. И поиск какой-то истины. Совместный поиск истины. Поэтому я вас призываю быть активными, высказывать свои точки зрения. Ни в коем случае не стесняться своим воумнениям, да? И эмоций, да? Но все естественно должно быть в рамках приличия, особенно эмоций, да? Все должно быть в рамках приличия, и мнения должны быть естественно подкреплены какими-то фактами. Вот, вы готовились к этой дискуссии, вам тема была дана заранее, поэтому я надеюсь на вот такое очень удачное ее течение. 12 ноября ученики 9-10 классов посетили гурмэ-фестиваль. Более подробно об этом нам расскажет Анатолий Базов. С 12 по 12 ноября в Великом Новгороде проходил 4-й международный гурмэ-фестиваль. В рамках фестиваля были представлены австрийская, итальянская, испанская, тунисская, финская и русская кухня из города Ташка. Обучающиеся нашего центра 9-10 класса стали участниками дней финской кухни. Повара из города Усика-Упунки, Тапио Пьяки и Юка Пагахиити научили наших ребят готовить овсяное печенье с какао. Наиболее активным участником мастер-класса был ученик 9-го В-класса Талян Михайлов. Позже, отвечая на вопрос Владимира Гайдука, Тапио признался, что любит пельмени и блины. По окончанию мастер-класса повара устроили автограф-сессию. Большинство из присутствующих там учеников, включая меня, получили автограф обоих поваров. Ученикам также подарили сувениры, финские шоколадки. Ну и напоследок была сделана совместная фотография. Позже я сам сделал печенье по рецепту финских поваров. Мы желаем нашим друзьям из Финляндии успехов и ждем их снова к нам в гости. Я думаю, сейчас мы стоим в гости. Финская кухня все-таки склоняется больше к тому, чтобы возвращаться к традиционным рецептам. И может быть, какие-то экологические вещи, чтобы чистить. Мы должны быть уверены, что пельмени и здоровье тоже. Самые главные принципы – это экологичность и чистота продуктов, которые мы используем. Мы всегда стараемся убедиться, что продукты чистые, экологически. И так же, как и русские, люди в Финляндии очень любят рыбу. Мы очень много рыбей. Какие национальные люди, которые известны? Какие национальные люди, которые чаще всего пользуются? Какие национальные люди? Что? Я думаю, это самый slot. Винны очень часто едят в приготовлении. Кто-то утверждает, что это скорее шведское блюдо. Но в Финляндии оно очень популярно. А дома мы чаще всего готовим курицу. У нас есть много рецептов для ее приготовления. И как я уже говорил, очень часто мы готовим рыбу. Довольно часто используем лосось. У меня зовут Шоля, я могу это спросить. Есть курица в Америке, пожалуйста. У вас есть курица? Я говорю, что у меня есть курица. И у меня вопрос о лососьбургах. В Америке есть курица и курица. В Америке есть курица и курица. В Америке есть курица и курица. В Америке есть курица. Потому что, как я уже говорил, люди хотят чувствовать лучше и иметь лучше. И это может быть здорово. В Финляндии мы также очень часто видим габбукеры. Но, как я уже говорил, пины стараются склоняться в более здоровой пищи. Поэтому выбор фастфуда не такой же. На днях, а именно 23 ноября, учащиеся 9 и 10 классов посетили выставку, которая находится в Кремлевской областной библиотеке. Выставка называется «Слово о победе». Нам были представлены три зала. И каждый отличался по-своему. В первом зале были стенды с информацией о самых главных сражениях Великой Отечественной войны. Таких как битва за Москву, Сталинградская битва, участник которой был наш земляк Яков Павлов. Блокада Ленинграда, Берлинская операция и сражения за Новгородового окрестности. Немногое другое. Некоторым стендом были представлены экспонаты. К примеру, к битве за Москву была представлена ментовка Мосина со штык-ножом. А к Курской битве был представлен танковый снаряд. Второй зал был показан как карт-объект на переходе между двумя залами. Проходя через который, люди останавливаются и читают увеличенные копии военных газет и листовок, фронтовых писем. А третий же зал показывал то, каким Новгород был после войны и то, как он постепенно восстанавливался. Посетить выставку можно с понедельника по пятницу и воскресенье. Вход на выставку свободный и открыта она с 10.00 до 20.00. 11 декабря 2015 года в нашей школе будут проходить первые президентские выборы школьного президента. На пост баллотируются Анатолий Базаев, Евгений Филиппов, Зирянов Геннадий, Артем Богачев. Желаем всем удачи! На этом наш выпуск заканчивается. С вами был ведущий школьного телевидения Геннадий Зирянов. Всего доброго!